Дорогие друзья, приветствуем вас в церкви Жатва, город Омск. Приветствуем вас на телеканале ТБН и Вера24. Сегодня мы празднуем праздник Жатвы. Сегодня мы радуемся о Божьих чудесах в нашей жизни. И первое место Священного Писания, которое мне хочется поделиться с народом Божиим, всех, кто смотрит нас, всех, кто присутствует в этом чудном зале. Это книга «Исход», 23 глава, 16 текст. Тема моей проповеди – «Внимание! Законы Жатвы». «Наблюдай праздник Жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Другими словами, Бог концентрирует внимание людей и говорит, что на этой земле будут множество разных праздников, начиная от дней рождений, заканчивая какими-либо другими торжествами, которые сегодня люди получают эмоциональную подпитку, отмечают для себя важные даты и так дальше. И многие праздники хлынули также в церкви, и люди тоже радуются эмоционально и празднуют множество разных праздников. И это неплохо, это хорошо. Но сегодня я хочу сказать, что в Библии прописаны такие праздники, которые Бог заповедовал нам праздновать. Тем самым Он хотел сказать нам, чтобы мы вновь остановились от всякой беготни и суеты. И как сказано здесь, «наблюдай», 16 стих начинается именно с этого текста. «Наблюдай праздник Жатвы». Что для нас стоит слово «наблюдай»? «Наблюдай» – это будь особенно внимателен. «Наблюдай» – это значит подготовься к этому событию. «Наблюдай» – это значит остановись. Потому что сегодня есть множество разных событий в жизни, новостей, которые просто наполняют эфир жизни даже христиан. С раннего утра многие люди, прежде чем взять слово Божье, сразу новости, сразу гаджеты, сразу что-то еще и засоряют свое сердце. Свой духовный эфир, канал, через который Бог питает наш дух, засоряют его. И тем самым, когда Бог стучится в сердце, через слово, откровение, сон, видение, общение, праздник, проповедь, люди не способны иногда зафиксировать это внутри себя. Потому что не могут наблюдать. Все настолько стремительно и быстро пролетает мимо нас. Не способны фиксировать что-то важное. Убыток этого, ущерб от этого колоссальный. Тем самым, когда мы не способны понять, что Бог говорит нам через праздники Господни, а особенно такой праздник Жатова, многие люди буквально теряют важнейшие откровения. Они пропускают голос Божий, события Божьи мимо себя. Но тот, кто положил в свое сердце желание наблюдать, тот, кто положил в свое сердце посвятить время тому, чтобы вникнуть в Священное Писание, пропитаться Божьим откровением, тот не упустит своего благословения. Но аминь или не аминь? Аминь. Библия говорит, наблюдай. Первый закон, о котором сегодня мы говорим, это закон вечности. Запишите, зафиксируйте, запомните, пронаблюдайте. Мы говорим о празднике Жатва. И первый закон, это закон вечности. Место Священного Писания, Книга Бытия, 8 глава, 22 стих. Библия говорит, впредь. Во все дни жизни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. После того, как воды потопа наполнили землю, после того, как Бог спас праведного Ноя, и ковчег Божий со всеми зверями по паре остановились на Араратских горах, Бог дал заповедь земле. И Он сказал, что во все дни жизни что-то будет неизменное вовеки. Я счастлив, я рад, я благословлен тем, что живу в чудесной, Богом спасаемой Западной Сибири. Ну, аминь или не аминь? Мы пользуемся всеми благами четырех направлений нашей прекрасной погоды, условий. Это весна, это осень, это лето, это долгожданный снег. Не знаю, почему некоторые сибиряки говорят, ой, грядет зима, она не просто грядет, она, мы приглашаем ее, пусть приходит, пусть покроет все беленьким, пусть земля отдохнет, и потом опять прорвется сила воскресения, весна, потом лето, потом опять осень, и потом уже скоро и Господь придет. И вы знаете, люди, они тоже создают законы, пишут их, печатями скрепляют, к нотариусам носят, в верховных судах утверждают, как неизменные законы жизни. Но если что-то нам, людям, не понравилось, изменилось настроение, политическая атмосфера, мы спокойно возьмем и все перепишем. Недавно переписывали Конституцию Российской Федерации. В два счета переписали. Вот так мы умеем все переписывать, когда нам надо. Но Божий закон не перепишет ни один Верховный суд, ни один специалист, ни один юрист, нотариус, никто не сможет переписать то, что Бог высвободил на эту землю. Поэтому Он сказал впредь, во все дни жизни, никто не отменит лето, зиму, осень, весну. Все, что будем сеять, будем пожинать. И я радуюсь, что мы с тобой имеем откровение наполненной благословенной жизни во Христе. И пусть Его законы неизменные работают в наших семьях, работают в наших отношениях, работают в наших церквях во все дни нашей жизни. Аминь. Второй закон, я назвал его «Закон справедливости». Место писания Галатам, 6 глава, 6 и 7 стих. Библия говорит, «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, и не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Какая радость от того, что сегодня Бог дал нам прогнозируемую жатву. И если мы сеем что-то конкретное, вот у кого из присутствующих здесь есть такое благословение, как работать на своей земле. Дача, частный дом, или у бабушки своей вы работаете, ну помашите мне рукой, ну, какое огромное количество людей. Слава Богу. Остальные только кушают. Хорошо. Надо равномерно, чтобы было. Насколько мы с тобой прогнозируем нашу грядущую жатву? Бог сказал, я дал закон справедливости. Если ты будешь сеять конкретный плод, конкретное семя, конкретный злак, будь на 100% уверен, что когда придут времена жатвы, собирания плодов, ты не придешь и не удивишься, и не воскликнешь, о, мама, что же это выросло? Я сеял картошку. Мы тоже сеем. Но вот только в этом году мы не посеяли картофель верой, потому что в прошлом году мы посеяли все. Я лично копал. Одну картошечку. Вот, знаете, это чудо какое-то. Берешь картошечку, одну, засыпаешь ее и говоришь, благословляю. Приходишь во время, когда надо собирать, ну, в основном супруга моя говорит, иди копай. То есть это очень серьезное послание. Иди копай. Ты идешь, копаешь, и там, знаете, ты одну посеял и достаешь целое ведро. Слава Богу. Копал, 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 накопал. Потом надо почистить, надо убрать мешки. Все, копал, устал, опять копал, опять устал. Все. Смотрю утром, открываю дверь, на пороге стоит мешки картошки, свекла, капуста, банки завернутые какие-то. Я думаю, что за чудо такое? Я сеял, я пожал, я копал, я чистил, мыл, убрал. Но кто-то позаботился о пастырской семье, приехал поздно-поздно и под дверьми поставил все это сокровище. Я думаю, Господь, спасибо тебе. Кто-то поделился своим добром, и кто-то не принес какую-то болезнь, какую-то зависть, какую-то нищету, какую-то там проблему. Человек принес свое сердце, потому что он сеял доброе, и закон справедливости. Бог говорит, все, что ты посеешь, ты обязательно пожнешь. И вот мой вопрос к народу Божьему, к людям, кто нас слушает. Но почему мы думаем, что в духовном, вот в материальном мире, когда человек сеет, допустим, какой-либо злак, и он уверен, что он пожнет именно его, когда человек сеет образование в разум, когда человек сеет куда-то экономику, он обязательно ожидает оттуда возврата. И это абсолютно приходит, и наполняет, и благословляет его жизнь. Но почему мы думаем, что законы сеяния и жатвы не совсем работают так, как работают в материальном мире? А Бог-то хотел нам всем сказать этим, чтобы мы были внимательны, законы в духовном мире, вопросы сеяния и жатвы работают точно так же, как в мире материальном. Почему, когда мы злимся на кого-то, и говорим скверное слово, мы почему-то уверены, что к нам оно не вернется, нас оно не постигнет, нас оно не накроет. Почему, когда мы завидуем кому-то, и может быть мы думаем, ну как-то потом оно в нас мимо, нам никто не будет завидовать, нам никто боль никакой не сделает. Друзья, духовные законы в мире невидимом, они работают точно так же, как в мире видимом, в жизни материальной. И мы с тобой имеем откровение, ладно люди в мире, но не знают, думают, что я буду наглым, я буду дерзким, я буду эгоистичным, я буду там все под себя гребсти, я буду обижать, я буду там говорить плохие слова, меня это не постигнет. Они постигают, их это постигает, но они-то не знали, они не видели, у них глаза ослеплены, уши закрыты. Как Писание говорит в послании к Ефесской Церкви, что Бог века сего ослепил умы людей, чтобы для них не воссиял свет спасения. Мы народ Божий, мы люди искупленные, мы уже просвещены, Христос уже в сердцах наших. Мы номер один должны знать и понимать все духовные законы, очень быстро, молниеносно работают в нашей жизни. И все, что мы посеем, мы обязательно именно это и пожнем. Но какая радость сеять добро, правда? Какая радость, когда ты сеешь приветствие, любовь, заботу, улыбку, ободрение, когда ты делишься с кем-то, чем-то материальным, или может это пища, или может быть это еще кровь в твоем доме. Какая разница? Ты сеешь это добро, тем самым ты определяешь свое будущее. Аминь. Третий закон. Это закон умножения. Библия говорит нам в книге Осии, 8 глава, 7 стих. Сейчас я хочу сказать, или подчеркнуть, об нехорошем умножении. Потому что, когда мы сеем, мы пожинаем не ровно столько же, сколько посеяли, мы пожинаем в разы больше. Как в мире негативном, как в обстоятельствах негативных, так и в обстоятельствах благодати. Поэтому первое, это Осия 8, 7. Библия говорит, так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. И первый текст, вот Писание говорит людям, которые сеят ветер. Ну что такое ветер? Понятно, когда приходит бурный ветер, он может сорвать крышу, погнуть какой-нибудь знак светофора, и человек может этого не увидеть, и упасть куда-то в какую-то яму. Вчера, я не знаю, присутствует ли здесь тот человек или нет, мы подъезжали к храму, и уважаемые друзья, кто работают в такси, делают такое благое дело для жителей города Омска, развозят всех. И один человек попал прямо в канаву, вот здесь вот у нас перед храмом, на перекрестке перед домом есть такая яма. Причина возникновения этой ямы, какие-то враги украли крышку оттуда, и она исчезла. И этот человек такой, приехал кого-то раз-раз, и как упал он в эту яму колесом. И я подъезжаю как раз, он вышел из машины, говорит свои странные слова. Так он все это говорит. А мне Бог в сердце говорит, вот, позаботься о нем. Я думаю, ну я один машину не подниму. И пошел в церковь, и говорю, Господь, ну пошли мне на пути кого-то, с кем же я могу сделать это великое дело. Спускаюсь на библейскую школу, там студенты, их трогать нельзя, они очень должны учиться, и все. И потом выхожу, думаю, ну пошел один, значит. И вот два мужа Божьих, двухметровых, идут на вход мне, и мы с ними пошли, машину вытащили, Евангелие ему дали. Я ему говорю, приходи завтра в воскресное собрание, мы тебе твои два часа таксистской работы прямо платим. Ну самое главное, приходи и послушай мою воскресную проповедь. И он вроде сказал, приду, если ты здесь, Божий человек, обязательно приходи, мы выполним свое слово. К чему я это говорю? Когда мы говорим скверные слова, когда мы сеем негатив, мы обязательно будем в умножении его пожинать. Ветер, это вроде не страшно. Сплетня, это вроде не страшно. Сквернословие, ну подумаешь, все так говорят. Нет. Мы будьте готовы, вы будете пожинать ровно то, что вы сеяли, только в умножении. И это все придет такой волной. Ветер незначительный, а буря, это уже значительно. Она может снести твой дом, она может снести твою жизнь, она может развалить все твои отношения. Поэтому посмотрите, что Писание говорит в хорошем смысле слова. Книга Бытие 26 глава 12 стих, когда законы умножения работают на наше благословение. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. Ошибка многих христиан. Они думают, что все само собой происходит в мире экономическом. Вот Исаак имел откровение. Голодно было? Голодно. Страдал он, может, от недоедания, страдал. Но он точно знал, у меня осталось немного семени. Съесть его я не могу. Не имею права. Потому что, если я его сейчас скушаю, я просто лишу себя будущего. Я должен пойти и посеять это семя. Так бывает в нашей жизни. Так бывает с нашей экономикой. Если мы думаем, что все наши зарплаты, прибытки, пенсии и многие другие благословения, мы все подчистую должны их скушать, должны все потратить на себя. Неправильно. Бог говорит, возьми Исаак это семя. И даже в самое кризисное, в самое тяжелое время, в самое-самое сухая земля, посади. Я буду отвечать за рост этого семени. Но ты отвечаешь за свой выбор. Семя дает Бог. А человек вот между семенем и жатвой стоит его свободная воля. И человек определяет. Или я так сильно хочу и скушаю это семя, тем самым ты ничего не пожнешь в будущем. Или я приму Слово Божье и пойму, что законы Господа действуют и работают. И я беру это семя, я сею его и ожидаю. А Бог говорит, а я отвечаю за жатву. И как сказано здесь о том, что Исаак сеял в земле и получил в тот год ячменя во сто крат. А если мы читаем контекст того места Писания, то тогда было тяжелое время. Тогда была земля очень сухая. И Писание говорит о том, что Бог благословил Исаака. И вот здесь то любимое слово, которое мы используем часто в молитве, в общении, когда говорим об экономике. Бог благословил меня во сто крат. Слава Господу! Он хочет благословлять нас. Он хочет изливать свою заботу на нас. Иметь материальную Божью заботу нет в этом никакого греха. Беда только в том, что люди прилагают сердце свое к этому. А Библия говорит, что сребролюбие никого и никогда не доводило до добра. Бог хочет благословлять тебя и недвижимостью. Бог хочет благословлять тебя и транспортом. Хочет благословлять тебя и одеждой, и пищей. Он готов все тебе это дать. Но есть законы. И законы обойти нельзя. Нужно с самого малого начинать что-то сеять, что-то благословлять, быть полезным для других. Нельзя все складывать в себя. Нужно быть жертвенным. Нужно отпускать по водам. И это является семенем, определяющим твое будущее и благословляющим твою жизнь. Ну аминь или не аминь? А я хочу спросить вас, возлюбленные, присутствующие в этом Божьем доме. Скажите, пожалуйста, лично вы в своей жизни закон умножения, вот когда вы что-то посеяли и через время, вы не ожидали, нет, ваш мотив чист, но через время оно вам вернулось. Вот есть такие люди или нет? Ну, конечно, да. Большая половина этого зала уж точно. Остальные в пути еще ожидают, что это произойдет. Или посеяли того, что не хочется пожинать, или не слушают меня совсем. Но ничего страшного. Я буду продолжать, потому что я искренне верю, я буду сеять. Я буду сеять. Если я буду сеять, оно обязательно прорастет в твоем сердце. Если я буду внимателен к тому, что делает Бог в моей жизни, когда Он приходит и говорит, Сергей, я дал тебе семя, ты не имеешь права съесть его все. Ты должен дать его, пустить его, позаботиться. И когда ты это взял в закон своей жизни и покрыл это любовью, и покрыл это правильной мотивацией, это становится правильной привычкой жизни не только уже для тебя, для твоих детей, для твоей семьи. Это становится принципом жертвенности. И поэтому давайте мы посмотрим четвертый закон. Я назвал его так. Закон жертвенности. Закон жертвенности. Библия говорит в книге Евангелия Иоанна, 12 глава, 24 стих. Истина. Истина, говорю вам. Если пшеничное зерно пафа в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Хочу привести вам пример одного человека, которым я читал. Интересный такой человек. Его звали мистер Диквид. Он скончался в Англии в 1976 году, именно в тот год, когда Бог по милости своей дал мне родиться в нашем Богом спасаемом городе Омске. Этот человек умер в возрасте 80 лет. Он был обычным школьным учителем. И он верил в Бога, но как-то по-особенному. И он накопил из всех своих сбережений 44 тысячи английских там фунтов стерлингов. И он это все накопил, накопил, накопил. И он в церковь ходил и Бога любил. Но не жертвовал. Копил. И когда он умирал, ну, так это обычно, и сейчас мы это понимаем, а в то время в Европе это как никогда люди, адвокаты, писали свои завещания. И вот он написал завещание, и он завещал свои 44 тысячи фунтов стерлингов Иисусу Христу. И он прописал о том, что в течение 80 лет, чтобы Иисус Христос может прийти за этими деньгами, он должен доказать английскому правительству, что он и есть Иисус Христос. И в этом случае эти 44 тысячи, они будут отданы ему, и тогда он может распорядиться с ними в своих правах, своей воле и так дальше. И он с чистой совестью, с мутным каким-то вот мотивом скончался. Я вот думаю, интересно, есть ли у нас такие люди в церкви? Я вот думаю, а как бы я поступил? Вот если ты что-то скопил, накопил, и у тебя какой-то странный мотив, и ты вроде бы в принципе готов отдать, ну что ты, ну я же отдам, мало того, я после смерти отдам, еще после 80 лет, ну какие проблемы? Все равно же отдам. Но ведь что-то в этом семени, что-то в этой жертвенности не так. По большому счету, мистер Диквит, ты был в поместной церкви, ты слушал проповеди, ты любил народ Божий, ты вероятнее всего слышал, как церковь твоя поместная в чем-то движется, что-то приобретает, в чем-то усиливается, за что-то платит, кому-то помогает, выделяет нам миссию, что-то строит. Почему ты положил в свое сердце мысль, я отдам, но после смерти, и только лично Иисусу Христу, пусть придет и докажет нашему правительству, что это он, и тогда может взять эти деньги. Я вот думаю, как ангелы Божьи смотрели на Диквида и думали, ты откуда такой умный? Ты вот, церковь твоя, иди жертву, иди отдай, по сей семя, оно нужно сейчас, оно не нужно на банковском. Эти деньги, кстати, до сих пор лежат в английском банке. И когда Бог говорит за жертвенность нашу, Он говорит, невозможно быть щедрым и жертвенным, если что-то внутри не умрет. Пусть никто не услышит в моих словах какой-то призыв к какому-то суициду. Я говорю за семя, о котором сказал Иисус Христос. Когда пришел на эту землю, Он говорил о себе, Он сказал, я умру, но вы будете жить. И Он также взял семя и сказал, любое, которое падает в землю, горчичное, любое, оно должно умереть. Только поэтому произрастет. Только поэтому вновь поднимется жизнь. Когда ты идешь в семью, не неси в семью свой эгоизм. Умри для счастья твоей жены. Умри для счастья твоего мужа. Но только воспримите эти слова не в позиции физической смерти. Эгоизм надо умертвлять, иначе счастье не придет. И многие люди и в церковь идут, и к Богу идут, и в семью идут. Мне, обо мне позаботьтесь. Умерчляй свои эгоистичные желания. И тогда Бог говорит, ты будешь нести жизнь, радость, заботу, попечение. И я буду тебе помощником, говорит Господь. А когда мы хотим как-то получить воздаяние и быть жертвенными, и тут успеть, и здесь не опоздать, и эгоизм свой сохранить, и Богу угодить, не бывает так. Семя должно умереть. И апостол Павел говорил о себе филиппийцам. 3.8. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Вот. Человек Божий, который говорит, я отказываюсь от своей жизни, воли, судьбы, планов, стратегий. Он, воспитывавшийся у ног Гамалиила, имел великую привилегию работать, трудиться, служить в Синедрионе, стать первосвященником во всем Израиле. Он был самой перспективной кандидатурой. Но когда он встретился с Иисусом, Иисус сказал, у меня есть другая воля для твоей жизни, ты будешь моим апостолом, да или нет. И когда он упал с лошади, когда в руках у него были письма, когда он направлялся в Дамаск, чтобы вязать христиан, те христиане ничем не отличались от нас с тобой. Такие же христиане, верующие в Иисуса. И воссиял свет с неба, Павел и Саввел упал с лошади. Бог заговорил с ним и сказал, Саввел, Саввел, ты гонишь меня. Он сказал, кто ты Господи? И главный момент, что повелишь мне делать? Саввел постился три дня, не пил воды, не ел ничего, он был полностью слеп. Он ожидал, что-то должно произойти. И Бог послал своего слугу, он возложил на него руки. И Саввел прозрел. С того самого момента, он отказывается от всего. Он отказывается, он потому что осознал, я полностью в этой жизни шел по своей воле. Теперь у меня есть самый мой максимум, есть воля моего Бога, а это служить Господу, это служить Его Церкви, это насаждать новые общины, это писать послания, это исцелять больных, это изгонять бесов, это распространять Божье Царство. Вот для чего я должен умереть. У меня есть дело всей моей жизни, и это дело, служить Господу Иисусу Христу. И когда я ставлю вот здесь служить Господу Иисусу Христу, то все остальные идеи жизни, они и красивые, они правильные. Но вот в параллели ты можешь понимать, насколько это великая цель, что все остальное можно даже сказать, почитаю это за ссор, почитаю это как бы даже, ну за что-то абсолютно ненужное. Бог должен быть на первом месте в нашем сердце, в наших семьях, в нашей жизни. Ну аминь или не аминь? Аминь. И последнее. Закон вечности. Закон вечности, я понимаю, это так. Когда мы начинали с этого закона и оканчиваем им, люди, которые сеют сегодня что-то, сеют в семью, сеют в отношения, они сеют в землю. Я уверен, у вас есть множество урожаев. Бог вас сильно благословил. Потому что праздник жатвы это великая радость для многих людей. Они пожинают плоды своих трудов. Бог дал силу земле. Бог побелевал солнцу и тучам поливать, и взращивать все, что мы с вами посадили. И когда приходит результат от труда, это радость. Люди, которые сеют, они заявляют в духовный мир. Я собираюсь жить. И в этом году, от той жатвы до этой жатвы, многие из нас, кого-то сильно потрясло, кто-то сильно пострадал, кого-то сильно ударила экономика, кого-то сильно толкнули в семье, кого-то сильно ударили, может быть, друзья предали, может быть, что-то еще произошло. Но если ты продолжаешь сеять в отношениях с Богом, ты заявляешь всем своим огорчителям, всем мучителям, всем дьяволам, всем обстоятельствам, всем кризисам, ты провозглашаешь, я собираюсь жить. Я обязательно пожну все, что я сеял. Мое сердце принадлежит Богу. Я верю в Его обетование. Я стою на этом обетовании. Из чего мы начали это местописание, исход 23.16. Прошу выучить его наизусть. Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Будь внимателен, что говорит сегодня Дух Божий в твое сердце. Будь внимателен, когда речь идет о том, что эти законы неизменны. Помни, что это законы полны умножения. В них уже сокрыта сила умножения. Никто не сможет этого отменить. Только настоящее покаяние. Когда человек делал зло и делал его с ненасытимостью, наступает момент, когда Дух Святой останавливает и говорит, остановись на злых путях твоих. Только покаяние, только обращение к Господу Иисусу Христу с осознанием, прости меня, это единственное право аннулировать всю неправильную, любое неправильное семя и неправильную жатву. Тогда человек обнуляется, и человек открывает свое сердце и говорит, я хочу жить по-новому. И Бог становится его Господом, и Он ведет его по этой жизни. И человек становится служителем Божьим. Он понимает, что жатва овощей, это вообще второстепенная жатва. первостепенная жатва, в которой мы с тобой являемся участниками на этой земле, это жатва человеческих душ. Душ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok